Тамара Александровна Романова в девичестве Насонова почти всю жизнь прожила в Мостовой и почти полвека проработала здесь учителем. В семейном альбоме хранятся фотографии её учеников разных лет. Все они для неё родные. Ученики на лицо все красивые были. И у меня не было любимчиков. Вот это я сразу подчёркиваю. Вот ученики мне выучили створение, начинают рассказывать, в какой причине всё. Двойку не ставлю. Завтра-то всё. Я вот прихожу, они в очередь стояли, мне рассказывали. Тамара Александровна родилась 10 апреля 1940 года. Когда началась война, маленькая Тамара осталась с бабушкой и дедушкой. Маму взяли окопороть. Наверное, больше полгода она там рыла. Там ноги наши мастовские были рыли. А папа в лётной школе работал. Там бронь. Два раза его провожали и возвращали. Со школьной скамьи Тамара Александровна мечтала стать учителем. Её выбору поспособствовали любимые учителя и дед Иван Сергеевич Насонов, который в начале прошлого века работал учителем церковно-приходской школе. В памяти Тамары Александровны хорошо отложилось, как дед учил её правильно писать слова с мягкими согласными на конце. Он мне говорит, вот когда узоруют, куда ставят? В угол. Бабушка-то вон чего выгребает? Уголь. Угол и уголь. Слышишь? Слышу. А потом мел и мел. Чем пишете? Значит, ага, мелом. Ну а как сказать? Мел. Ну, он мне объяснил. А вот проходы кораблей на мель садятся. Мел, мель. Вот хор и хорь. Вот он три мне этих дал примера. Вот он мне объяснил. Я запомнил на всю жизнь. После 10-го класса Тамара Александровна поехала в Сенгилей учиться на педагога начальных классов. В Кимовскую область распределили нас на самое степное село там такое было. А потом я переехала в Новосибирскую область. У меня там мамин-сестра. Я в Михайловку попала, значит, в село. Она мне тётка сказала, село богато, село кулаков. В том же селе Тамара Александровна вышла замуж за Василия Романова. Родила первенца. И семья Романовых в 1963 году переехала в Ульяновскую область, в родную мостовую. И когда сюда приехала, в школу стала устраиваться вроде, да, и мне сказали, ты не боишься. Я говорю, а что бояться? Я выросла здесь родилась. Ну, вроде, ага, самый кулаков, я говорю, не было. Поместчиков не было, дворян не было. Необыкновенно, как все. Ну, не справилась вот эта поправа. Ну, дай бог, ну, нормально всё у меня было в работе. Тамара Александровна первые годы вела уроки в старом здании, где сама училась. А потом все перешли в новое здание. Здесь, значит, четыре класса мы проучились. Так, и провели месяц, открывает эту школу. Мой класс по сбору макулатуры, металл, девочки уже забыла. Наверное, вот. Занял первое место. И мы с барабаном, с моим классом шагали. Народ прям стоял по обе стороны улицы. Ну, гурьбой, прямо гурьбой. Ну, что, во-первых, школу открыли такую, из грязи вышли. Там же грязь вечно была. Тамара Александровна Романова считает, раньше у учеников были знания. Никаких репетиторов не надо было. Единственное, она оставалась после уроков с теми, кто что-то не понял на уроке или пришёл после болезни. А как любили читать? Вот сестра была библиотекарем там всю жизнь. И там как-то заявки, я забыла, как называется. Вот их давали, может, книг 20. Она, значит, ага, самый тихонько подойдёт, стукнет. Ясно, ага, всё. Только перемены. Мой класс первый. Вот они книги все перенесут на второй этаж и в очередь стоят. Распределят, кому нынче, кому завтра. И попробуй, если в два дня не прочитал, там уже начиналось чуть не по тоску. Да, значит, ага, будешь в последнюю очередь получать. Тамара Александровна проработала учителем 45 лет и ни разу не пожалела о своём выборе. И сыновья пошли по её стопам, стали преподавателями университетов. Субтитры подогнал «Симон»